Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске завершена реставрация армянской церкви в Тигранакерте, Западная Армения. Заявление государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна. В старых церквях Арцаха запланированы реставрационные работы. Губернатор Сюника встретился с послом Ирана. Популяризация ковроткачества в Ахалкалаке с проектом Imperd2. Познакомимся с провинциями Западная Армения, Даранаги. Средневековая культура в Западной Армении. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Поврежденные в 2015 году армянская церковь Сурб-Киракос и халдейская церковь Марпетюн города Тигранакер, Западная Армения восстановлены с помощью Министерства окружающей среды и градостроительства. Реставрационные работы армянской церкви Святого Киракоса начались в 2019 году. Церковь вновь откроется 7 мая, а 8 мая состоится церемония освещения. Об этом заявил государственный министр Республики Арцах. Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана. Мы все готовы к любым трудностям, но никогда не уйдем от избранного пути. Никто не может позволить себя отклониться от этого пути. И тот, кто среди армян придерживается иного мнения, должен просто уважать волю арцахских армян, решать свою судьбу. Право коренного народа Арцаха на самоопределение имеет приоритет над всеми нормами международного права. И принцип территориальной целостности Азербайджана не имеет ничего общего с правом на самоопределение, которое, кстати, признано известными мадридскими принципами, установленными посреднической миссией Минской группы ОБСЕ. К этому добавляется принцип невозможности проживания в составе Азербайджана после политики геноцида, которую международное сообщество должно безоговорочно признать, как это было, например, в случае Косово. В ближайшее время в старых церквях Арцаха запланированы реставрационные работы. Об этом заявил предводитель арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вертанес Абраамян. Строительство в монастырском комплексе Амарас уже находится на третьем этапе. В 2023 году будут завершены, сказал епископ Вертанес Абраамян. По его словам, в ближайшее время они посетят монастырь Брия-Эхци, расположенный в общине Хаци Мартунинского района, для организации очистки святилища. «Мы также проведем работы по уборке в Шошкованке и в монастыре Ерецманканц. В то же время мы организуем паломничество. Такую работу мы уже проделали на территории Акубаванка», сказал епископ Вертанес Абраамян. Губернатор Сюника Роберт Гукасям принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зухури. Основной темой на встрече стало открытие консульства Ирана в Капане. В ходе встречи посол, в частности, сказал, «Целью открытия консульства в Сюнике является развитие отношений в различных сферах. Мы придаем большое значение строительству дороги, проходящей через северно-южный Сюник. Хотя есть страны, которые не хотят, чтобы дорога проходила через Армению. Но для Ирана это важно. На Кавказе произошло много событий, особенно в вашем регионе, по которому Иран четко изложил свою позицию. Мы против коридорной логики, мы поддерживаем территориальную целостность Армении». Стороны также рассказали о ряде направлений сотрудничества, ожидаемых после открытия консульства. Ахалкалакский центр образования реализовал проект сохранения культурного наследия Самсхаджавахка в рамках программы «Эмпарт-2». Проект был социальным. Целью было развитие туризма. Шорена Татвадзе, директор центра образования, сказала, «Ковраткачество не очень популярно в обществе, но как культурное наследие мы хотели его популяризировать. К сожалению, желающих учиться было мало. В центре теперь есть кружок рукоделия. Там учатся 10 человек». Даранаги – провинция в Западной Армении. Храмы Даранаги центра древнеармянской религии имели большое владение, перешедшее к церкви после провозглашения христианства государственной религией в Армении. Главный храм бога Арамазды находилась в Анинской крепости Даранаги. Позже местность Даранаги стала называться Камах. На политический статус Западной Армении значительное влияние оказала арабская оккупация восточных провинций Ирана и Византии в середине VII века. В этот период начала расцветать культура Армении. В упорной борьбе Армении удалось не только сохранить свою социально-экономическую и национально-культурную самобытность, но и восстановить государственно-политическую независимость под руководством династии Багратуны. Царство Багратуни, утвердившееся на царском престоле Армении, просуществовало более полутора века. О высоком уровне социально-экономического и культурного развития Армения того периода свидетельствуют архитектурные памятники Ани и Ахтамар, поэма-книга трагедии Григора Нарикоцы и многие достижения армянской историографии. Придерживаясь своих принципов и отношений к зрителю, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении, с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим будущим, а также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западной Армения, правительства Национального Собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще больше расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.